всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий а вы находитесь на канале пир есть сейчас расскажу что будем готовить сегодня это просто невероятное блюдо у нас будет сегодня мясное пирожное из страуса а если данное видео для вас будет полезным обязательно поставьте жирный лайк и подпишитесь на канал а мы начинаем друзья у нас такое невероятное страусиное филе из африки значит у нас экстра лин острич минс по сути здесь малое количество жира сейчас будем с этим бороться давайте вскроем и посмотрим что у нас тут такой вот фаршик такая вот ребят говяжья ароматика прям пахнет говядиной отлично нам сейчас надо сформировать котлетку конечно же надо добавить соли на морская две щепотки и перчика дробленого нашего любимого класс уже вкусно уже ароматно фарш такой сочный кстати говоря мы сделаем вот так вот сейчас покажу что смажем маслом чтобы это все дело у нас не прилипло не дай бог также смажем маслицем весь наш колобочек напоминаю здесь у нас 500 грамм страуса страусиного филе она у нас достаточно сухое чтобы получилось вкусно нужно поработать надо добавить какого-то жира до друзья сейчас будем кумекать что же сделать чтобы получилось вкусно на следующем этапе нам понадобится банка мы и смазываем пивная до любая смазываем подсолнечным маслом и делаем отверстие банка больше не понадобится такая у нас крутотень немного присыпаем солью уже неплохо сейчас нам понадобится бекон на следующем этапе как раз у нас и будет жирная составляющая вот бекона дадим побольше чтобы было у нас все невероятно прям вкусно друзья как вы думаете я думаю что уже неплохо получилось результат интересный сейчас самое время нашу заготовку отправить в гриль для данного рецепта нам понадобится зона непрямого жара я и предварительно почистил и обязательно протираю салфеткой ради пищевой безопасности на следующем этапе нам понадобится вот такая вот лопатка отправляем нашу заготовку вот сюда в гриль температуру будем регулировать нам сильно высокая температура не нужно надо чтобы у нас там все прихватилась друзья на данном этапе нам нужна средняя температура 150 130-170 градусов чтобы у нас все это вот мясная составляющая прихватилась чтобы было классно далее займемся подготовкой других ингредиентов не отключайтесь будет очень интересно продолжаем ну а чтобы придать более интересный вкус блюду заложим брусок для копчения меня вишня ну и соответственно у нас углей мало у друзья надо быть аккуратным заложили брусок для копчения у нас вишня соответственно заслонку закрываем нижнюю открываем отверстие для копчения ожидаем легкое копчение друзья на следующем этапе займемся карамелизирующим соусом для этого нам понадобится такой вот сотейник делаем умеренный нагрев добавляем туда подсолнечное масло туда отправляем сухой чеснок можно чайной ложкой 1 2 3 4 тимьян 2 чайные ложки 1 чайная ложка розмарина ну и конечно же основа всего соус барбекю томатный можете использовать любую томатную составляющую вот нагрев снижаем до минимального отлично сейчас нужно немного перемешать сейчас все специи соус они вместе подружатся добавим немного соли щепотку конечно же сахар раз два три четыре пять чайных ложек прям вообще таких мы минимальных посмотрите какая консистенция соуса он максимально густой но это еще не все дорогие друзья друзья это далеко не все добавляем наш любимый дробленый перец буквально две щепоточки чтобы обжигала чтобы было вкусно и можете использовать ваш любимый вермут у меня такой невероятно апельсиновый вермут при этом сейчас надо будет добавить нагрева чтобы выпарить алкоголь чтобы нас соус получился максимально вкусным максимально карамелизованным помешиваем не отходим нужно чтобы пара алкоголя выходили вот видите она жидкий стал сейчас выпариваем невероятная апельсиновая ароматика от вермута пошел процесс выпаривания надо чтобы соус не кипел но при этом снижаем нагрев и продолжаем за ним следить друзья дорогие соус у нас уже прям вообще невероятно красивый смотрите какой выварился прям прям карамелька чтобы его сбалансировать сделаем по-французски добавим немного сливочного масла друзья дорогие мои посмотрите у нас получился прям джем класс самое время его снять с огня и отставить сторону пусть остывает будем его использовать для дальнейшего приготовления нашего вкуснейшего блюда не отключайтесь ставьте лайки подписывайтесь на канал друзья мои дорогие все по красоте сейчас будем продолжать приготовление нашего вкуснейшего блюда прошло минут сорок сейчас покажу что у нас получилось соус у нас уже готов карамелизующий сейчас будем работать с начинкой друзья за начинку у нас отвечают грибы я их вот мелко покрошил сейчас туда завожу как можно вплотнее такая вот красота получилась более мелкие фракции друзья вот все буквально в таком формате сейчас займемся карамельной составляющей смотрите какая у нас она получилась вот держим прям мед вот чтоб грибы не сдвинуть поэтому мы их вообще не трогаем так вот ух цвет уже красивый бекон подрумянился фарш внутри почти готов аккуратным образом сверху было чтобы она была настоящая над пирожное прям не жалеем будем все карамелизовывать так закрываем и сейчас будем прогревать это все дела друзья посмотрим там минут 10-15 как это все уляжется как это все карамелизуется и будем встречаться на представлении блюда не отключайтесь погнали мои дорогие наступил наивкуснейший момент дегустация посмотрите что у нас получилось это просто невероятно мясное пирожное из страуса внутри с грибами и сверху карамелизованное давайте попробуем друзья пробуем еще раз вот чтобы подержать смотрите мясо внутри сухое но при этом от соуса от карамелизации от грибов невероятный вкус мясо такое плотное при этом чувствуется сочность на самом деле сочность чувствуется при этом мясо у нас приготовлено градусов до около 70 друзья а если для вас данное видео было очень полезным обязательно влепите жирный лайк и подпишитесь на канал до скорой встречи всем пока меня зовут дмитрий погнали